В отставку Цивилёва! В отставку Цивилёва! В отставку Цивилёва! В отставку Цивилёва! 2020 год, снятый, как шутят в интернете, режиссёром Робертом Уайди, ошарашил человечество не только экологическими, биологическими и экономическими катаклизмами. В июле вспыхнули небывалые в новейшей истории России протесты в Хабаровском крае. А что творится в Белоруссии? Люди, утомлённые диктатурами, устали терпеть и требуют перемен. Ну а что в Кузбассе? Всё спокойно? Как бы не так. Народ в регионе доведён до отчаяния и протесты здесь всё чаще. И нам постоянно пишут «Расскажите об этом, расскажите об этом». Рассказываем. Палаточный лагерь у посёлка Черемза стоит с начала июня. Не даёт разрезу Кузнецкий-Южный построить углепогрузку, которая уничтожит окружающую среду посёлка. Это местный ШИЭС, только люди борются не против свалки отходов, а против угольного разреза. Власти приняли сторону угольщиков, поэтому местные жители стоят насмерть уже третий месяц. Сначала они требовали отставки главы Новокузнецкого района Андрея Шернина, затем отставки самого губернатора. Когда призыв отставки Цивилёва разошёлся по соцсетям, власти прислали сюда вооружённых силовиков, которые начали нападать на мирных жителей. Противостояние продолжается. Свои требования к губернатору выдвинули и жители областного центра, предприниматели торгового комплекса «Лапландия». Им не на что жить. Кто будет кормить наших детей? Не добивайте малый бизнес! Цивилёв давно ослабил эпидемиологический режим в Кемерове, открыв для посещения кафе и торговые центры. Ковид-19 его не испугал. Его испугало намерение кемеровчан выйти на улицу против повышения платы за жилищно-коммунальные услуги. Как только стало известно о митинге, статистику по коронавирусу сразу сделали угрожающей, а торговые центры снова закрыли, чтобы был повод отказать в акции. О малом бизнесе при этом не подумали и получили акцию от предпринимателей. Южная столица Кузбасса, Новокузнецк, тоже на грани. Местный мэр Сергей Кузнецов решил отдать общественный транспорт на обслуживание питерской фирме «Питеравто». Малый бизнес в сфере пассажирских перевозок оказался выброшен за борт. На работу не вышли водители и кондукторы более ста автобусов южной столицы региона. Мы протестуем против того, что фактически нас уничтожают, не слышат. Люди забирались просто на такси, по-другому никак. Лозунг «Мы хотим работать» подхватили и работники Новокузнецкого общепита. Бизнес рестораторов едва выжил после первой волны цивилевских распоряжений. Остались самые стойкие, которым теперь тоже грозит исчезновение. Петицию с требованием «дать работать» подписали чуть больше тысячи человек. Выходить на акции в России опасно. Последняя надежда – это обращение к властям в социальных сетях. «Мы хотим работать»! На фоне всего этого самые неравнодушные и вовлеченные в политическую жизнь кузбассовцы выходят на улицу кормить голубей. Власти при этом лишь испытывают терпение людей, потому что не идут на конструктивные переговоры и уступки. В надежде, что все рассосется само. Как будто если социальное напряжение не замечать, то оно пройдет. Но оно будет только нарастать. Неравнодушные кузбассовцы, возмущенные поведением властей, уже поддерживают протестующих в Новокузнецком районе. Объединение и взаимная поддержка должны привести к переменам. Мы будем следить за событиями. Подписывайтесь на наш канал.